Здравствуйте! Очень часто происходит так, что корни еще не образовались, а почки проснулись. Для того, чтобы такого не происходило, изобретены специальные кельчеватели, где внизу поддерживается, там, где должны образоваться корни, определенная температура, то есть более теплая, а верх черенка находится в прохладе. То есть, благодаря этому почки просыпаются гораздо позже, то есть после того, как образуется корневая система, и черенок отдает все свои силы именно на ее образование. Если вы укореняете дома самостоятельно, вы, любитель, решили попробовать, кельчеватель это будет стоить денег, делать самому кельчевателем тоже затратно для того, чтобы один-два раза попробовать укоренить. Есть, конечно, вариант это на батареи сделать, но чаще всего это будет происходить так, то есть у вас проснулись почки, и только потом будут образовываться корни. Хотя в большинстве виноградарей и в большинстве литературе пишут о том и говорят, что если проснулись почки, черенок потратил свои силы на рост этих почек, следовательно, корни уже не образуются, черенок можно выбросить. Ну, это, конечно, грубо сказано, но чаще всего придерживаются такой точки зрения. Хотя в прошлом году я пробовалась первый раз укоренять, у меня все получилось. Изначально также попросыпались почки, пошли в рост, и только потом, где-то после двух недель, ближе к 20 дням, начинают образовываться уже корни. Калус образовывается чуть раньше. Вот хочу показать, что у меня на сегодняшний день получилось. Прошло где-то около 9-10 дней, почки проснулись, каждая по-разному. Вот, смотрите, одна очень уже длинный росток, если вот такая. Такого, конечно, быть не должно, потому что срок небольшой. Черенки я заказывала по почте, когда, то есть, покупала, я их не видела. Хранились они не совсем правильно, то есть, у них была повышенная влажность, и почки, некоторые черенки пришли ко мне уже с набухшими почками, вот поэтому они такие длинные. Сразу прошу вращения за фон на заднем плане, это мой ребенок. Вот, как должны на самом деле выглядеть почки где-то после недели укоренения? Приблизительно вот так, то есть, они набухли и только начинают идти в рост. Лучше всего, если это выглядит вот так, вот оно, надеюсь, вам это видно. Возле окна свет не так падает. То есть, она только набухла и будет трогаться в рост. Вот, смотрите, то есть, хочу показать на примере вот этого черенка. Вот видите, какой уже росток длинный, и вот место, где будут образовываться корни. Если видите, то уже образовывается калус. Вот его уже видно, вот смотрите, вот он беленький. То есть, это говорит о том, что скоро должны будут появиться корни. Поэтому, могу вам сказать сразу, если у вас пошли в рост почки, а корневой системы еще нет, то есть, не образовалось, не расстраивайтесь, все у вас получится. Пробуйте дальше. До свидания. Редакциям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...